Ну вот, пятый день после посева петунии, и уже мы видим два семидольных листика зеленых, это значит, что петуния все взошла, полностью сформировавшиеся растения, причем взошли все посевы, сейчас я вам по очереди покажу, вот это посев мокрыми семенами, они хоть и неравномерно, но тут это зависит от меня, я когда выливала, куда-то больше налила, куда-то меньше, это не важно, главное, что они все взошли, вот посев на снег, тут видите, что более равномерный посев, потому что их было видно на белом фоне, я говорила, что кто хочет достичь равномерности посева, те сеют на снег, видите, как они друг от друга, у них расстояние, им будет проще расти, такие растения можно даже зубочисткой немножко потом подгрести, и вот это простой посев с сухими семенами на землю, они тоже взошли, и если мы приблизимся, то даже видно, что два семидольных, сейчас установится резкость, два семидольных листочка зеленых у них есть, видите, какие-то еще червячки белые лежат без двух семидолек, у каких-то уже вот есть две семидольки, и вот пятый день, можно сказать, что питония взошла, и сейчас самый сложный период, вот наисложнейший, потому что, смотрите, полностью закрытыми держать их уже нельзя, они заплесневеют и задохнутся там, полностью парниковый эффект, те условия, которые были нам нужны для всхода, мы их должны сразу же поменять, но и полностью открытыми они еще не могут, видите, они очень нежные, и некоторые семена еще лежат, только один беленький такой росточек, а некоторые уже встали, и так как они разные, те, которые лежат, если мы полностью откроем, они быстро могут подсохнуть, воздух сухой у нас в квартирах, они могут засохнуть, что мы делать должны в этот период? Конечно, мы должны увеличивать время проветривания, то есть, я вот сейчас открыла эту крышку, если я раньше открывала там буквально на 5 минут, вот так вот поделаю несколько минут и закрываю, то сейчас я открыла и подержала ее до такой степени, что весь конденсат вот здесь высох, конденсат весь высох, ясно, что здесь уже воздух совсем другой, был влажный, стал сухой, стеночки высохли, видите, стеночки были влажные, видите, на стеночках даже уже как бы начинает образовываться плесень, поэтому полностью закрытые лоточки держать нельзя, я вот сейчас открыла, подержу полчаса, может быть, даже час, и опять закрою. Что мы делаем в этот период? Мы увеличиваем время проветривания, и с каждым днем это время должно быть больше и больше, сегодня я открыла на час, завтра открою на 2 часа, и через несколько дней, когда все они встанут, вот эта вся поросль, вот эти белые, которые еще не допроклюнулись, проклюнутся и станут зелеными росточками, я полностью их буду держать открытыми, потому что в этом случае парниковый эффект может нам навредить. Все та же черная ножка, все тоже, и тут мы должны быть очень осторожны при опрыскивании, если семена мы опрыскивали, они лежали, мы не боялись за них, то теперь, видите, уже встали вот эти всходы, вот у них маленькие тонкие ножки, при опрыскивании главное их не уронить, некоторые как брызнут, собьют этот росток, он если упадет на землю, вы уже его не поднимите, начинаешь его поднимать палочкой или чем-то, он обычно заламывается, переламывается, гнется, мнется, все, очень нежные, очень крошечные, и когда уже возникает у некоторых вопрос, некоторые боятся черной ножки и говорят, когда можно начинать пикировать, пикировать петунию можно хоть когда на самых ранних сроках, везде написано, как только вы сможете взять руками вот этот сеянец, в руки возьмете, как только появится возможность работать с ним, пикировать его уже можно, но вот это, конечно, очень крошечные, но дня через два уже можно, я делаю так, смотрите, они же неравномерные, которые взошли раньше, вот эти вот, они сейчас растолстеют буквально через два дня, я самые толстые и жирные выбираю в кассету, а малыши остаются на доращивании, и так, если в лотке начнется черная ножка, вот от длительного, вот такого влажного, видите, посев на снег, я еще ни разу не поливала, он до сих пор мокрый, сильно мокрая земля, если там возникнет какое-то заболевание, то у меня останутся хотя бы те, которые я уже распикировала, и тут самое главное, даже вот взошли на пеленках, ну проклюнулись, про пеленку тоже хочу сказать, самое главное, не забыть поливать эту пеленку, и вот на пеленке, как только две семидоли выщелкнется, их лучше пикировать сразу в ранние сроки, потом корни вцепятся в эту туалетную бумагу, потом будет сложнее. Все, вот это у нас пятый день после посева петунии, петуния взошла, вот в рядах очень удобно, смотрите, будет пикировать, видите они как, в рядах еще можно ее подокучивать, если она начнет заваливаться на бок, когда рядок в углубление посажено, то можно и окучивать, можно и между ряди рыхлить, тут могут они быть подольше, а вот эту вот, которая на снег, я, наверное, буду пикировать в самую первую очередь, когда буду пикировать, покажу, работа, конечно, ювелирная, но ничего сложного нет, они очень неприхотливые при пикировке, почти никогда нет отхода, они не погибают, они все приживаются, после пикировки они очень хорошо начинают жреть, толстеть, тут главное подобрать хороший грунт, потому что петуния прожорливая, и ей нужно много питания, она очень любит такой питательный грунт, все.